Приветствую! В предыдущей части обзора я очень мало рассказывал про сюжет. Настало время наверстать впущенное. И сейчас я проведу экскурсию по городу Мистхевену. И конечно же здесь есть замок, в котором обитает добрый король Тендрик и злой советник Сардак, которые дают нам полезные советы время от времени. Еще тут обитает куча стражников. Хотя я не видел нигде казармы или что-то подобное, но ладно. Вообще изначально замок должен был быть сделан из белого камня, что вероятно сочеталось с добродушной природой Тендрика. Однако в финальной версии замок превратился в очень мрачное место. С темницами, специальным местом для казни и алтарем для вызова мертвецов с того света. Да уж, если уж на то пошло, то хочется сказать, что Мистхевен похож на какой-нибудь туристический городок. Все стараются тебе угодить. Все работает исключительно для тебя. Ну, про мастера Джонго я уже говорил. Он прибыл с Дальнего Востока и говорит павловскими штампованными фразами, подобно герою китайского боевика. Я не учу тех, у кого в душе зло. Затем идет Елахний. Он хиппи и предположительно наркоман. Он продает зелье на любой вкус. Излечивающее отравление. Восстанавливающее здоровье. Восстанавливающее ману. Восстанавливающее здоровье и ману одновременно. И в общем-то все. Идем дальше. Следующий на очереди торговец Хрутфорд. Он продает еду, которая по сути дела является более дешевым заменицелем зелья. А также всякие магические ожерелья, кольца и прочий хлам. Но примечателен он не этим, а тем, что днями напролет метет свою лавку. Честное слово, если бы он мечом работал так же, как метлой, то детей перемен бы давно остались одним воспоминанием. Недалеко от магазина находится библиотека. А заведует ей Геральт. Умный старикашка, который с радостью поделится с логи знаниями. Книг в игре не слишком-то много. Они не очень объемные. А большая их честь находится именно здесь. Зато каждый интересующийся найдет в этих книгах очень много информации по миру игры. И описание животных Аквелона. И торговые пути. И всякие гильдии. Легенды про катаклизм и волшебство. Это может и не уровень серии Zelda Scrolls. Но расписано все довольно подробно. А теперь Джина. Она покупает и продает оружие. А еще она принадлежит к красе андропоморных кошек Сииндж. Что опять же напоминает мне Каджитов из серии Zelda Scrolls. А вот и Гронус. Местный циклоп-кузнец. Продает и покупает броню. На ранних концепт-ардах он был человеком. Но разработчики решили, что отсылка к древнегреческой мифологии будет выглядеть круче. Теперь Гас. Пьяный моряк. Он заведует местным портом. И сыграет большую роль в сюжете. Ну и конечно же. Какой город без таверны. Впрочем, делать здесь особо нечего. Только поговорить по душам. Да посмотреть на танцовщицу. Конечно, здесь есть еще много других жителей. Но по сути дела, единственное, что они могут вам дать, полезный или не очень совет. В городе и есть на что посмотреть. Тут есть фонтан, овощной рынок, электрическая система освещения. И даже кукольный театр с участием марионеток, продирующих Тенрика и Сардка. Ну ладно. Нужно вырваться из города и продолжить задание. В начале игры у Локи нет ничего, ни навыков, ни знаний, ни зелий, ни денег, ничего вообще. И поэтому нужно убивать монстров, убивать монстров и еще раз убивать монстров. Монстры, это не только ходячий источник опыта, но и кладезь золотых монет, еды и зелий. Выбить какой-нибудь артефакт, броню или оружие с монстров не выйдет. Увы, но подобное снаряжение либо покупается у торговцев, либо находится в сундуках. Кстати, нужно сказать, что в игре нет разделения на главы как такового. Но лично я разделяю игру на 4 акта, в конце каждого из которых герой ожидает босс. Но об этом чуть позже. Первый акт я называю просто Мист Хевен. Главной задачей этого акта является нахождение входа в пещеры, через которые можно добраться к убежищу культа в руинах и спасти Андрию. Естественно, все не так просто. У входа в пещеры окроки построили деревню, попасть в которую можно только вернув им древний омлет, находящийся на острове Арахна, к югу от Аквелона. А чтобы добраться до острова, нужно помочь пьяному моряку вернуть кольцо, которое украла воровка, после чего спряталась с древней башней в лесу. А чтобы войти в башню, нужен солнечный ключ, который сейчас находится у искателя приключений, которого схватили Друхи и привязали к столбу в своем лагере. Итак, спасательная операция начинается. Ох, а к пленнику-то идти далеко, еще не успела оглянуться, как ночь наступила. Да, здесь есть смена времен суток. Возможно, этим никого не удивишь в наши дни. Да и скорее всего, даже в 99-м году это выглядело заурядно. Но сам факт, большой плюс открытых пространств заключается в том, что здесь тебя никто не ограничивает в движении. Всегда можно свернуть в другую сторону, исследовать мир, найти много интересных вещей, вроде выброшенной на берег гигантской рыбы, древнее сохранение мальгусков, мертвого великана и еще много чего. Неподалеку от города, в огромном пне, обитает сумасшедший старик Алихуд, который постоянно медитирует, говорит загадками и раздает советы. Другими словами, делает то, что и должен делать подобного рода персонаж. А еще он дает нам новый магический амулет. Чем больше амулетов, тем больше заклинаний можно составить. Но пока навык колдовства невысок, приходится пользоваться самой примитивной магией, вроде воспламенения. В конце концов, Локи найдет лагерь друхов, попутно уничтожив огромное количество врагов, и освободит приключенца. А тот, в свою очередь, поделится ключом. А герой-то уже солидный выглядит, уже не тот оборванец, что был в начале игры. Нет ничего, с чем бы я не мог справиться. Ну ладно, с ключом я наконец смогу открыть эту древнюю башню в лесу. Воровка, укравшая кольцо у моряка, уже поджидала Локи, и обманом заманила на верхний этаж башни. А там... Чёртов дракон. Нет, серьёзно. Я низкоуровневый искатель приключений, а мне в качестве врага подсовывают дракона. Я этого никак не ожидал. Но новичкам всегда везёт. Ах да, с помощью телепортов, раскиданных по всему Аквилону, можно вернуться в Мистхевен. И закупиться товарами. Чем нельзя не воспользоваться? Жалко, что здесь нету навыка торговли. Я продал столько вещей, что сам стал профессиональным барахольщиком. Пришла пора плыть на остров Арахна. Именно там находится амулет Огроков. Да уж, местечко не из приятных. Какое-то болото, населённое пауками посреди океана. Где оно вообще находится? Ну, если судить по карте, то где-то недалеко от южного побережья Аквилона. Минуточку. Ведь можно было просто допыть до восточного побережья. Тогда бы я миновал пещеры. К тому же, это недалеко от острова, на котором я нахожусь. Ну и чёрт с ним. Я прорубаю себе путь через всех этих пауков, и в конце убиваю грозную пауку-женщину. Подождите. В Аркануме тоже были злобные женщины-пуки и разноцветные гоблины. Хотя, если хорошо поискать, то можно найти гораздо больше общего. Впрочем, в Обливионе тоже были женщины-пауки, которые к тому же призывали уменьшенную версию самих себя. Ну и естественно, никаких телепортов начала уровня или чего-то ещё нет. Приходится снова пробиваться через тех же пауков. Да, здесь есть респаун монстров. Очень жёсткий респаун монстров. А когда я говорю «очень жёсткий», это значит, что вам достаточно убить врага, отойти на один экран, подождать 5 секунд, и вернуться на место смерти. О, чудо! Враг воскрес. И теперь, я могу убить его ещё раз, чтобы получить драгоценный опыт, а также повышение навыков владения оружием и колдовства. А качаться в Равенанте приходится долго, особенно на ранних порах. Всё, я приплыл на Квелон, дошёл до деревни Огроков, а теперь мне ещё говорят, что я должен завалить двухметрового рестлера, не используя оружие. Отлично. Ладно. Навык кругопашного боя у меня не прокачан. Однако про магию они ничего не говорили. Вот чёрт. У этого босса много захватов. Очень много захватов. В конце концов, я завалил рестлера Баэза, и после этого начинается второй акт. Пещеры. Старик снова даёт нам выставление, вместе с новым магическим амулетом. Вот тут надо ненадолго остановиться, и немного рассказать о сеттинге. Мне кажется, что попав в сны брутальной эпичности, он вполне может конкурировать с Dark Souls, или даже со вселенной Ведьмака. Хотя в некоторых местах создатели перестарались. Вот читаю я описание меча, купленного мной в оружейной. Казалось бы, меч как меч, но на самом деле, его выковали в ампиры-кузнецы для злых богов миллионы лет назад. И такое здесь сплошь и рядом. Для создания того же магического амулета, что только там в самом начале игры, 10 тысяч праведников пожертвовало своей жизни. Кур довольно необычный мир. Он был ареной для битвы богов. Целые империи создавали свою честь, чтобы затем начать курсомасштабные войны. А все эти артефакты древности всего лишь напоминания о туманном прошлом Кура. Так или иначе, боги покинули этот несчастный мир и остались здесь одни демоны, что бледут козня против смертных. И в водоворот этих интриг вляпался и наш герой, а вместе с ним и Андрия. Но давайте продолжим. Второй акт по моей системе разделений является наименее проработанным по сравнению со всей остальной игрой. Да, пещеры выглядят красиво. Из-под земли постоянно вырываются потоки огня и горячего воздуха. Здесь есть осадки древних животных, светящиеся кристаллы, подземные озера, труп гигантского червя в конце концов. Но локации довольно линейны. Нет той свободы передвижения, что была в первом акте. Временами втридится какая-нибудь развилка или даже тайная пещера с сундуками. Но их маловато будет. Первые три локации ничем не примечательны, даже несмотря на появление более грозных противников. Локи уже достаточно натренирован. Он просто прорезает себе путь как нож сквозь масло, время от времени поднимая меч к небесам, загораясь магической аурой, что символизирует переход на следующий уровень. Заслуживает упоминания, разве что третья локация пещер. И то даже не из-за трупа червя, а благодаря с раздепянным квестом. Да, по сути дела в игре нет никаких квестов, кроме основного. Однако здесь есть намеки на квесты. Горожанин рассказал нам, что другие прячут добычу в дуплых деревьев. И надо же, там действительно что-то есть. Или вот еще один пример. В первом же доме можно найти сундук с розой и запиской, из которых станет ясно, что все это не просто для антуража. Нужно пойти на кладбище, убить зомби, положить розу на могилу и обчистить сундук, например, артефактов. Не обязательно в этом порядке, но все же. Вот и в пещерах есть квест. Тут можно найти бутылку со спорами, а потом вылить ее содержимое в фонтан, после чего произойдет нечто неясное и появится лестница из скребов, по которой можно выйти на поверхность и найти сундук с броней. Но я не радуюсь этой броне, нет, хотя бы потому, что она хуже той, которая на мне надета. Нет, я радуюсь возможности наконец выйти на поверхность и подожжать свежим воздухом. Как бы по-идиотски это не звучало. Светлое пятно дневники пропавшей экспедиции, разбросанные по всем пещерам. Ее, кстати, возглавлял Софио, тот самый приключенец, что украл амулет Рогоса у Огроков. Ну это так, к слову. А вот четвертая локация уже кое-что поинтереснее. Сами разработчики называют ее Лабиринт Тьмы. И я с ними полностью согласен. Это самый настоящий лабиринт, по которому можно очень долго блуждать, но так и не найти выход. Эта подземелье очень запутанно и в нем обитает множество опасных монстров. Но сокровище стоит того, чтобы за них боролись, верно? Так или иначе, это была самая ветвистая локация в игре. Глоток свежего воздуха после линейных пещер. А вот после лабиринта будет долгожданная финальная локация пещер. Я называю ее Рычаговым Адом. Я уверен, что в каждой игре есть Рычаговый Ад в той или иной ипостасе. Суть локации состоит в том, что есть пять решеток, и чтобы их открыть, необходимо дернуть рычаги, разбросанные по разным концам пещеры. Скажем так, это не самая оригинальная идея. Походу к некоторым рычагам занимает довольно много времени, но по крайней мере, я открыл этот дурацкий проход. Впрочем, все эти рычаги были лишь прелюдией к бою с боссом, к самому сложному бою в игре, или по крайней мере, к одному из самых сложных. Гигантская сальпуга? Я был рожден для битв с тобой. Посмотрим, чего ты стоишь. Ну ладно, первая попытка была неудачной. Кстати, мне это кое-что напоминает, и вот это тоже. Минуточку, Близзард ворует фишки из Ревенант. Вот уроды, но сейчас у меня есть более насущные дела. На самом деле, для победы над сальпугой необходимо задействовать вид оружия, о котором я не упоминал. Да, в игре есть луки, и из них даже можно стрелять, в нашем случае замораживающими стрелами. Еще планировали добавить раболеты, но до релиза они не дожили. Везде, в том числе и в официальном руководстве игры сказано, что лук доступен только в мультиплеере. Видимо, потому что разработчики решили, что он даряет баланс, или еще что-нибудь. Тем не менее, в адвентаре есть лот для лука и стрел. К тому же я нашел лук, который не требует навыка и всегда попадает в цель. Сначала заморозим сальпугу, а потом рубим. Заморозим, рубим, заморозим, рубим. Естественно, делать так вечно не получится. Стрелы когда-нибудь закончатся, поэтому нужно задействовать волшебство. Даже если вам не нравятся подобные вещи, то скоро вы поймете, что использовать магию в этой игре необходимо, особенно в таких моментах. Поэтому нужно использовать заклинания при каждом удобном случае. сальпуга под удар подставляться не хочет. Поэтому я расчел кэт клешнями, которую у нее не должно быть, потому что она сальпуга, а у сальпуг нет клешней. Когда вы отнимете ей большую часть дороги, то она вроде как подпрыгивает и призывает на помощь пауков. Хотя это и выглядит довольно странно, но давайте будем импровизировать. Вот я давлю всех пауков. Неправильная сальпуга с клешнями снова падает и начинает кусаться. Потом опять прыгает и так несколько раз. Сложность боя заключается также в том, что арена у босса очень маленькая и для маневров почти нет места. Когда здоровье у нее уже не останется, то она в конце концов перестает прыгать. Остается нанести парочку завершающих ударов и тварик конец. Вот мы и подходим к важному сюжетному событию. Локи впервые за игру встречается с принцессой Андреей, которая к тому же является реинкарнацией его жены из далекого прошлого. События повторяются и герой должен спасти Андрею от культа, чтобы искупить былые грехи. А теперь спросим мнение у известного эксперта в области видеоигр. Анита, вам слово. Время премистрировать его стволен property then provides the lazy justification for the actual gameplay. At its heart the damsel trope is not really about women at all. She simply becomes the central object in a competition between men. The damsel trope typically makes men the subject of narratives while relegating women to the role of object. This is a form of objectification because as objects damsel women are being acted upon. Most often becoming or reduced to a prize to be won a treasure to be found or a goal to be все Анита, молчи я понял твою точку зрения. Но в одном мне придется согласиться. Андрия здесь слишком пассивна как персонаж. В смысле все что она делает сидит где-то там в месте недосягаемого для Локи и дает ненужные телепатические советы. Если бы ее не было в сюжете то суть игры заключалась бы в том что нужно уничтожить ловищий культ и спасти мир от уничтожения. Представьте себе что конечная цель того же депла была бы не в том чтобы убить грозного демона а спасти похищенную им девицу. Никакой разницы не было бы. Просто в первом случае никто притираться не будет. Во втором обвинили бы сценаристов в сексизме как это обычно бывает. Вот и все. И вообще вся эта тема мне кое-что напоминает. Посудите сами. Воскрешенный герой сомнезией и его бывшая возлюбленная приходящая к нему в образе левитирующего призрака и рассказывающая ему подробности его бывшей жизни. Хм ну ладно. Второй акт закончился и можно уже выйти из этих проклятых пещер. Третий акт я называю подземелье культа. по задумке сценаристов и художников выходя из пещер Локи должен понаблюдать довольно пессимистичную картину. Бесконечная пепельная пустыня разруха груда скелетов и все такое прочее. Ну и видимо сроки торопили. Обещали выпустить игру еще в 98 надо торопиться не до пустыни нам решили разработчики. Видимо поэтому вместо этого Локи попадает в очередной лес. Причем надо сказать что лес этот довольно маленький и скучный по сравнению с тем же из первого акта. Здесь нет тайников сундуков интересных достопримечательностей поэтому идем сразу в руины которые к тому же являются кладбищем. Естественно пройти подземелье нам просто так не дадут и нужно решить очередную загадку найти 6 элементов аквелона и засунуть их в специальные постаменты что снимет магический барьер и очевидно что все эти элементы разбросаны по разным уголкам в руин и призраки аквелонцев просто так их не отдадут после того как барьер падет можно отправиться в подземелье и главные злодеи уже ждут локи и готовы воплотить джинс свой коварный план подземелья культа получились довольно интересными ну по крайней мере поинтереснее пещер хотя здесь тоже не хватает нелинейности в исследовании локаций зато тут есть целый подземный город с некоторым количеством дружелюбных персонажей и подземная пирамида и гигантское количество ловушек которые есть только в этом акте и больше нигде не встречаются ну и естественно здесь есть небольшое подобие лабиринта пускай и не очень запутанного а еще здесь есть Сабу раздражающий негодяй работой которого является обмен рукательствами с главным героем и он вроде как умелый маг так что в конце концов телепортирует локи в лагерь рабов чтобы тот испытал невиданное отчаяние ты будешь послан в рабство сразу там ты узнаешь что это стать разбитым но здесь рядом есть телепорт с помощью которого я могу вернуться на тот замок и весь эффект отчаяния теряется так или иначе локи находят запеленных другов и устраивает нечто похожее на восстание потом проводит единственное за всю игру скрытое убийство да разработчики обещают сделать скрытое убийство но потом решили от них избавиться и оставили вот это в качестве напоминания перекаты добивания автоприцеливания скрытое убийство все это кое-что мне напоминает ревенант эксклюзив для pc если что но черт со всем этим потому что начинается бой с третьим боссом лидером детей перемен джагой который является искусным чародеем но на самом деле это самый дурацкий босс в игре у него есть парочка такующих заклинаний магии огня а еще может вызывать на помощь темных ревенантов к тому же он время от времени телепортируется как у всех уважающих себя магов в этой игре у него есть мана которая тратится на заклинание вся его ущербность заключается в том что через некоторое время его мана заканчивается и он вообще перестает колдовать все что он делает иногда телепортируется но это его не спасает потому что он не может нормально блокировать удар не к ворожьем там чтобы ударить так сейчас он появится в центре арены отведай еще порцию тумаков штампованный злодей кстати из этого акта мы узнаем что культ искал некий артефакт древности на каранод принадлежащий локи в прошлой жизни все за этим артефактом охотятся все о нем знают но что это на самом деле такое и как оно выглядит неизвестно так или иначе локи находят свой труп из предыдущей жизни достает эту штуковину и попадает в мист хэвен после чего на его голову сваливается гигантское количество информации что знаменует собой начало последнего четвертого акта диалоги с персонажами в этом акте к слову говоря сильно меняются я больше не буду учить тебя ты сошел с ума ты заплатишь большую цену чем ты думаешь за уничтожение тех священников мой друг в замке тендрика на голову локи сваливается еще больше интересной информации несмотря на то что культ уничтожен остался один служитель по имени ехагора который владеет честью накранота и все еще планирует принести в жертву андрию чтобы краксус смог воскреснуть и все такое а еще ехагор решил что приносить ее в жертву вури было бы достаточно эпично поэтому отправился в измерение демонов анцирак задумка разработчиков понятна сделать под конец игры запутанный лабиринт с загадками и опасными монстрами и все это стилизованно полетающие в пущинах космоса острова с гигантской грозной воронкой внизу всего есть 7 островов лабиринтов и на каждом из них нужно найти демонический ключ и положить его на алтарь чтобы нейтрализовать один из магических барьеров блокирующих проход к пирамиде ехагору это самый короткий акт и смысла долго о нем рассказывать я не вижу единственное что заслуживает внимания подобие второсипедного квеста в этом акте можно найти три части меча если соединить их то можно получить самое мощное оружие в игре и это один из немногих случаев когда игра заставляла что собирать и объединять в конце концов локи достигает пирамиды и встречает ехагору который является довольно слабой личностью лично я не знаю кто это такой и зачем он хочет принести в жертву андрию гекуба из того же ногс была довольно колоритной злодей она на протяжении всей игры вбинился сюжет и влияла на ход событий таким образом игрок смог сформировать свое мнение о ней ехагор уже заслужил лишь парочку упоминаний и финального диалога а его предыстория туман настолько настолько это вообще возможно но раз первые два босса были воинами а третий являлся магом то четвертый должен совмещать себе боевые искусства с магическими навыками у него довольно большие показатели здоровья и множество заклинаний в арсенале а также большое количество выносливости так как мой персонаж был сильно прокачан к концу игры то я без труда уничтожил его с помощью магии и безостановочного употребления зелий но лишь тот кто нанес последний удар мечом увидит самую эпичную смерть в этой игре про концовку я рассказывать ничего не хочу ибо она меня сильно разочаровала она нелогична и намекает на сиквел к тому же она подставляет под сомнение весь план краксусу то есть он знал обо всем все это время и хотел уничтожить куль детей перемен но зачем не убивать тех кто ему поклоняется ладно есть еще один вопрос почему во время титров нам показывают именно эти арты в смысле есть хорошие арты которые лучше подходят на эту роль или можно было бы просто использовать цветные их версии вместо этой сомнительной стилизации ну ладно все закончилось а это значит что я наконец смогу вынести вердикт revenant игра очень интересная в ней было реализовано много хороших идей боевая система магическая система ролевая система все это выполнено на довольно высоком уровне и не без фантазии со стороны разработчиков да есть также много идей которые не были реализованы говорили про возможность ослеплять пещерных монстров с помощью факелов и рассказывали про скрытность в игре и сюжет рассказывал про войну трех военачальников а злой культ был для галочки то что действительно может испортить впечатление баги и их здесь довольно много иногда кукла локи в адвентаре отказывается шевелиться в какие-то моменты персонажи отказываются нормально изображаться и если что-то пошло то труп в темнице может поворачиваться к нам если мы захотим с ним поговорить а максимальное разрешение игры 640 на 480 эх не могу я злиться на игру по-настоящему я уверен что у нас у всех есть любимые игры в которых мы не обращаем внимания на всякого рода недоработки хотя некоторые моменты действительно раздражают они машут руками но из-за хус не вырывается ни слова что за телепатия и естественно ревенант не был бы малоизвестный экшен-рпг если бы при довольном в вашем сеттинге в нем не было бы шуток мы не должны быть такими идиотами как эти из Тристрама хорошо подметил эх нокс и ревенант такие разные но все же такие похожи ну и конечно же я должен упомянуть про мультиплеер на выбор здесь 4 персонажа ревенант воин-ветеран убийца и шаман все они различаются по параметрам комплекции и стиле боя один делает упор на ближний бой другой полагается исключительно на магию а еще у каждого класса есть свои уникальные удары и так далее также здесь есть навыки и оружие которых нет в сюжетной части игры например посохи хотя я не знаю что мешало включить их в одиночную кампанию все доступные карты представляют собой типичный деф-матч но к игре прилагается редактор карт и по сути каждый может сделать на этом движке собственное приключение и кое-кто даже пытался например я хотя ввиду моей криворукости у меня ужасно получилось зато я нашел там двухмерных игроков которые сильно выделялись на фоне трехмерных игровых моделей на игре было посвящено множество сайтов просто громадное количество даже у многих современных игр не столько фан-сайтов однако фанатское сообщество Revenant оказалось не слишком верным своей игре все найденные мной сайты были заброшены более 10 лет назад видимо они решили этот Revenant никому не сдался потому что скоро выходит Diablo 2 все в боевую готовность поддерживаю мы будем играть в Diablo 2 дни и ночи но пройдут несмотря на то что геймплей в нем будет меньше чем в нашем преимущеем предмете поклонения я не наручаюсь что так оно и было но я точно знаю что сообщество существовало и были дополнительные гвесты и фан-арты и все что есть у того же Diablo но прошло слишком много времени и Revenant уже никто и не вспомнит эта игра стала жертвой обстоятельств для Cinematics это был сам заявить о себе как об умелой команде разработчиков Эйдос же видели очередной проект который в случае удачи сможет сожрать Diablo 2 и Болтургии 2 с потрохами и при этом не подавиться но Revenant не смог одолеть даже одного из них Эйдос этот удар пережила а вот Cinematics нет хочу сказать огромное спасибо художнику Дену Бове его работы просто замечательны кстати именно его ролик я использовал в первой части обзора разработчики хотели использовать именно такой стиль роликов до того как все-таки перешли на 3D-видео заручившись поддержкой питерской конторы Create Studio которая вроде как даже помогала делать игровые уровни но теперь разработчики не поведают о нюансах боевой системы и расскажут как пользоваться редактором а фанаты никогда уже не смогут делать какой-нибудь мод а я не смогу его скачать потому что все файлы удалены хотя возможно они у кого-то и остались но самое печальное состоит в том что Локи так и не осознал своего эггистичного поступка он не искупил свой грех и для него жизнь возлюблена и так и осталась важнее судьбы целой империи всем спасибо за внимание помимо того что я попрошу вас подписаться на канал и вступить в группу вконтакте я хочу сказать что я основал группу по Ревенант там я буду выкладывать арты и различную интересную информацию по игре субтитры